Орден Ленина и вторая золотая медаль «Серп и молот» вручаются выдающемуся советскому ученому, академику Николаю Васильевичу Цицыну. Орденами Ленина награждены кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Амбросиевич Шеварднадзе, председатель Государственного комитета СССР по ценам Николай Тимофеевич Глушков. Орденами Октябрьской революции награждены секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, профессор Арам Яковлевич Абрамян. Ордена Трудового Красного Знамени удостоен чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Знаки отличия генерала армии вручены Вадиму Александровичу Матросову, Семену Кузьмичу Цвигуну, награжденные выразили сердечную благодарность за высокую оценку их труда. В Москве в Доме Союзов состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии по выборам Верховный Совет СССР 10-го созыва. На заседании выступили председатель Центральной избирательной комиссии Шибаев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Яргадзе, секретарь Центральной избирательной комиссии Капитонов и другие товарищи. Ораторы отмечали, что советская избирательная система, закрепленная новой Конституцией и недавно принятым законом о выборах Верховный Совет СССР, создает все условия для проведения выборов на глубоко демократической основе. Очередные выборы в высший орган государственной власти станут крупным событием в общественно-политической жизни страны. На предвыборных собраниях началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Первыми высокого доверия удостоены руководители Коммунистической партии и Советского государства. Московское высшее техническое училище имени Баумана. Выступает заведующий кафедрой профессор Смирнов. Товарищи, сегодня мы выдвигаем высший орган государственной власти передовых представителей советского народа. Трудящиеся в Бауманском районе горды тем, что на протяжении многих лет Леонид Ильич Брежнев является нашим представителем Верховных Советов страны и Российской Федерации. От имени коллектива профессоров, преподавателей, студентов, рабочих и служащих, дважды орденоносного Московского высшего технического училища имени Николая Эрнестовича Баумана, предлагаю выдвинуть кандидатом в депутаты Верховного Совета Союза СССР по Бауманскому избирательному округу номер 3 Москвы генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета Союза СССР товарища Леонида Ильича Брежнева. Собрание единогласно постановило выдвинуть Леонида Ильича Брежнева кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. С большим воодушевлением было принято приветственное письмо товарищу Брежневу. Общее собрание коллектива комбината «Трехгорная монопактура». На трибуне предельщица, герой социалистического труда Погибелева. Рабочий класс нашей страны единодушно одобряет и поддерживает внутреннюю и внешнюю политику партии, осуществляемую Центральным комитетом КПСС, его политбюро во главе с выдающимся деятелем Коммунистической партии и Международного коммунистического движения товарищем Леонидом Ильичом Брежневым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо.